2016 год оказался очень успешным для коллекции Secret Sands компании Euroshé, поскольку подарил нам целых два аромата. Это розовый уд и аккорд шик. На первый взгляд название аккорд шик выбивается из концепции, в которой мы видим, что каждый аромат был посвящен какой-то своей определенной ноте. Но это только на первый взгляд, поскольку аккорд шик посвящен действительно аккорду из трех смол. Данный аромат это ото-бальзамическим запахом. Мы видим, что немножко у нас поменялось оформление, но в таких несущественных деталях, которые совершенно не бросаются в глаза, у меня формат 30 мл, картонная коробка с небольшой ребристостью. Боковые поверхности у нас свободны. На другой информации о данном аромате, о том, что разработан этот аромат, ну, как и все ароматы, точнее, обо всей коллекции. Здесь указано, что разработана коллекция с учетом традиции французской персумерии. На передней поверхности мы видим имитацию сургучевой печати, в случае с аккорд шика на серого цвета. Серый шнурок тоже имитация. Название композиции, коллекции, эмблема компании, название компании. На верхней поверхности у нас также эмблема компании. Снизу всякие-то осторожности различные. И здесь у нас информация о самом аромате от Оливье Креспа и Мари Соломан. Ну, в основном здесь история о нотах, о которых все равно я сейчас вам расскажу. Ноты. И, опять же, наверняка нам тут напишут что-нибудь о чувственности. Ага, нет, о загадочности. Загадочности о глубине и о цветочной элегантности ириса, который также входит у нас в композицию. А внутри появляется информация о том, что... О, новая информация. О том, что бутылочка, разработанная во Франции, вдохновлена традиционными флаконами, которые используются для парфюмерии. Информация о том, что картон у нас в вторичной переработке, привычный фиксатор, тонкий, но прочный. И вот флакон, который, в общем-то, мы давно-давно уже видели. И знакомый с ним прекрасно. А 30 мл, несколько предельностый флакон, в отличие от вытянутых объемов 50 мл. Но знакомый нам прекрасно. Крысочка с надписью, с названием коллекции, и компании. Всё такая же, простая, без каких-либо новшеств. На поверхности флакона название аромата Accord Chic, название коллекции, и опять же название компании. Без эмблем, логотипов, предельностый спрей наш, поливеризатор, сопло светло-серое, пузырьки. Хотелось бы видеть долгоживущий, но, к сожалению, совершенно очевидно, что, во-первых, достаточно много крупных пузырьков, а мелкие не так уж долго у нас там всплывают. Трубочка привычной толщины, но уходит на дно флакона, то аромат можно выбрать полный. И вот, как мы видели в розовом уде, то ли потому, что у меня эти ароматы позже появились, и они достаточно разработаны, то ли в следствии каких-то других причин, но дисперсность распыления крупнее, чем в ранних ароматах коллекции, и объем струи тоже уменьшился. Аромат был создан настоящими метрами парфюмерного искусства, уже нам известными, Оливей Креспом и Мари Саламан. Они уже работали над коллекцией с Оликсир, а также они вместе создавали аромат Блэк Опиум и Сен-Лоран и его фланкеры. Оливей Кресп также еще создал и аромат Мон Парье, о котором мы говорили, в видео посвященном аромату из коллекции Айфлейм Мон Парфум. Мы упоминали там аромат, с которым его ассоциируют, особенно дизайн. Но также, как вы помните, Оливей Кресп владелит собственного нишевого бренда Акру, и создатель серии ароматов для Эйлон, Today, Tomorrow, Always, создатель ароматов Нока Шарель, Карлина Эрел для одновременного бренда, Иднайт Фолозун Диор, Лайт Блю Дольче Габана, Айлау Лау Маскина, Ангелы Диаман Джованши, Лакосто Сан, Ангелы Меглер, Валентина для Валентина и Нины для Красного Яблока Нины Ричи. А Мари Саламан, она также создала для Нины Ричи Луны Голубое Яблоко, Ауру Меглер, и работала для компании Герлена созданием ароматов коллекции Аква Алегория, в частности, наиболее известен из ее, ей принадлежащих, вот, Мандарин Базилик. В случае с ароматом Аккорд Шик, как я уже говорила, у нас использованы смолы. Раскрывается этот аромат нотами розового перца. Конечно же, мы не знаем полностью композицию, мы знаем только отдельные элементы. Розовый перец очень слышен. Такой резкий, жесткий старт, холодный, даже что-то в шипровом духе, либо в духе классических французских духов, терпких. Затем смягчается аромат, и раскрываются ноты ириса, такого сливочного, мягкого и очень нежного, я бы даже сказала, совершенно невесомого ириса, не обладающего каким-то своим выраженным запахом. Но пеет, и такая терпкость цветов ириса присутствует в сердце композиции. Но дело в том, что смолы ведь тоже раскрываются не в самой базе, и смолы начинают звучать также начиная от старта и через всю сердцевину аромата и сохраняются в базе. Смолы использованы трех сортов. Элеми – это смола с цитрусовым звучанием, её слышно на старте вместе с перцем. Алибанум – это смола с ладанным звучанием, её слышно больше в сердце аромата, такая небольшая горьковатая дымность, и в базе. И бензоин – это смола с ванильным звучанием, она, конечно же, раскрывается ближе к базе аромата, и в сердце также начинает звучать. Я ещё не сформировала своего отношения к этой парфюмерной воде. С одной стороны, она кажется мне достаточно невесомой, прозрачной, даже с какими-то зелёными аспектами. А с другой стороны, в тёплую погоду я однажды услышала на себе раскрытие, которое напомнило мне один из моих любимых ароматов – это Pondor Faberlic. Это молочный аромат с ванилью. Вот так вот на мне раскрылся, и мне тут давно очень понравился. С охладной погодой иногда он мне кажется неприятно резким. Вот такой вот многоликий аромат, этот аккорд шик. Такие лёгкие смолы, совершенно не тяжёлые, удивляющие своим воздушным звучанием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...